Итак, друзья, перед нами канал, канал Илья Уголштейна. Мы сейчас его разберем, дадим 15 советов точно дам. Если исправить хотя бы половину, канал даст рост, то есть такой небольшой буст и будет прям хорошо. Что же нам необходимо делать? Давайте мы разберем по трем направлениям. Сначала визуально, потом разберем удобство использования для зрителей канала, да, вот. Технический анализ оптимизации приведем такой из большего, да, про то, как сделать с точки зрения технической его лучше, да. Ну и я в конце дам такой небольшой, широкими мазками, какие бы я темы делал и, наверное, то есть я не специалист, но я примерно понимаю нишу, да, вот этого всего, истории это и как бы как это все сделать. Итак, друзья мои, поехали. Первое, давайте начнем мы с визуальной нашей части, да, то есть визуального анализа, то есть перед нами есть канал и что мне здесь не нравится. Ну, смотрите, самое главное, что не нравится, да, вот и вы открываете канал и БАХ! 17 секунд, вот этот вот тара-тара-тара и этот ролик висит здесь два года, наверное, да. Причем, если мы смотрим его, он как и для подписчиков, так и для новых зрителей, то есть я называю это трэшем, то есть два года, это вот кто-то, какой-то засланец, ну, уберем слово, да, кто-то сел на канал и поставил этот ролик прямо БАБАХ! И вот он встречает, да, как это работает обычно, да, то есть люди такую тематику не смотрят вечером, да, и вот я захожу, попадаю, мне дают ссылку на канал и у меня пара-пара-пара колонки ревут или там, если я в наушниках, я сразу какое ощущение первое? Выключить, удалить шум, удалить звук. Второе ощущение, мы с вами говорили уже по многим вопросам, что люди принимают решение и тик-ток это подсказал, и доказал, и шорсы это показывают, да, в течение семи секунд, от пяти до десяти, ну, берем среднюю семерочку, да, семь секунд люди принимают решение, а у нас здесь семнадцать секунд и непонятно, куда я попал, что это за музыка, какой формат, какие гвозди, я понимаю, можно здесь сказать, что типа там все все знают, там программа гвозди популярная, нет, мы берем изначально, что люди не знают, кто такой Ильяо, что это за канал, и они приходят и видят его и, соответственно, получают такой вот ребус, типа разгадай меня, ну, наверное, круто, если бы там мы были там Мадонна или каким-нибудь там другим знаменитым, да, и как бы могли делать такие шарады, а здесь, смотрите, никто никогда шарады не разгадывает, вот. Ну и еще один момент, что мне не понравилось, перед этим еще была реклама, и вы можете сказать типа, ну да, у нас же есть реклама, но, друзья мои, при таком обороте просмотров, не подписчиков, а просмотров, реклама будет там, не знаю, пару тысяч шекелей, ну, в израильских деньгах, вот. Поэтому, я думаю, что было бы правильно на таких вот роликах, которые стоят в первую очередь там, да, какие-нибудь там якорные, авангарды, да, вот это вот, убирать, то есть можно отключить рекламу. Почему мы советуем включать рекламу на каналах максимально быстро? Потому что тут какие-то ролики можно отключать, потому что, вот слово потому что плохое, но чтобы понимали. Многие из-за именно рекламы, они не смотрят. Ну, они такие, ай, ладно, потом посмотрю, либо там вот пять секунд ждать, люди такие пам-пам-пам, или вот он подождал пять секунд, тут еще музыка, он такой, ладно, все, да, поэтому очень и очень, и в статистику мы смотрим, да, очень большой процент отказов будет. Итак, поехали, это я таки, как бы, широкими мазками. Теперь поехали уже про визуальный анализ, да, условно говоря, логотип. Ну, логотип, здесь вот Элияу такой мудрый, сидит, да, в библиотеке там, взял Тору и читай, или какую-то другую книгу взял, не знаю, что он там взял, условно говоря, вот, но взял ее и читай. Ну, наверное, но, друзья мои, давайте смотреть четко. На большом экране, вот здесь это видно, правильно? Когда у нас маленький телефончик, я не разберу, кто там сидит, причем в очках, причем, если мы посмотрим сайт, вот, скажем так, тут есть сайт, и вот здесь мне нравится вот такая фотка, о, вот она, вот эта фотка очень живая, вот. Я так думаю, что это вот Элияу, вот он, да, и если взять его, вот эту вот фотографию, взять ее вот так, то есть, ну, можно даже чуть-чуть, чтобы тут фотошопом сделать цветочки, ну, зелень, да, вот, да, то есть, что это показывает, да, знание, человек в руках, вот у него располагающая внешность, да, то есть, как бы, либо вот совсем вот сделать его, ну, вот так вот, да, то есть, чтобы было лицо. Для чего я говорю? Потому что люди всегда узнают, они вот, если, если мы ставим лицо, то ставить в шапке с бородой в очках на удалении, ну, не совсем не так, или вот, как здесь, там, да, то есть, я-то не узнаю, то есть, для чего? То есть, это канал Элияу Голанштейна, правильно? То есть, здесь он написал даже, вот, по-русски, это латинскими, а это еще на иврите, одно и то же. Я тоже к этому имею претензии, но это потом, да, мы это обсудим отдельно. Поэтому по логотипу канала, и вот, когда мы смотрим видео, условно, вот, или вот, давайте вот это, у нас логотип должен стоять вот здесь, от того, что вы ставите сюда эту кнопочку «подпишись», даже если не ваш, там, этот, как его, хотя это, наверное, и ваша история, да. Вот вы ставитесь, подпишись вот сюда, но, друзья мои, это совсем ни о чем, да, то есть, как бы, лучше всего, а здесь, видите, не видно вообще, что там, кто там, то есть, люди не гадают. Дальше. Идем дальше. У нас есть баннер. Что сие баннер? Баннер, это вот эта вот история. Вот она, да, и вот эта вот часть, вот это, и вот это, это видимая часть, которая у нас есть на, скажем так, на мобильных устройствах. Так вот здесь, зачем вам этот вот чувак, какой-то, там, ведущий, там, или соведущий, да, если это канал ваш, вашего личного бренда? Ну, смысл какой? То есть, как бы, что здесь у нас? Это канал телепередачи или канал, там, чего-то там, да, или канал, там, какой-то серии передач, там, да, непонятно. То есть, как бы, чем больше непонятного, тем больше люди уходят. То есть, люди любят понятное. А они не говорят, типа, так, да, буду сейчас разбираться. Нет. Они говорят, ой, непонятно, я ушел. Дальше, то есть, как бы, обложки. По обложкам, ну, я так понимаю, нашли дизайнера какого-то, и вот он, как называется, извращается. Ну, сразу хочу сказать, смотрите, вот эта обложка, она очень и очень, ну, давайте посмотрим, которые у нас вот есть, там, да. То есть, обложки, они очень перегружены, очень сильно перегружены. То есть, как бы, дизайнер пытается впихнуть невпихуемое, да, вот. Ну, давайте вот здесь вот, да, тут у нас получается и какие-то хлеба, и вот там башни, и самолеты, и вертолеты, и флаги, и там, ну, вот. Тут ключ, я так понимаю, но это ключ, он напоминает нечто другое, да, чем ключ, вот, для людей несведущих. Поэтому я бы немного сделал, смотрите, обложки должны усиливать, как называется, заголовок, а заголовок должен усиливать обложку. И поэтому здесь вполне окей, что есть три слова, да, то есть, хотя бы со словами не переборщили, да, вот здесь, как бы, вот. Ну, хотя здесь вот, Ханука, победа в войне и чудом масла. Ну, скажем так, сомнительно, но, понимаете, и вот здесь вот, обложку, это уже, как бы, сами поставили, вот это, да, много слов, не будут читать это, особенно на маленьких экранах, люди не читают. Но, тем не менее, там, по обложкам, если сделать, как это, дать дизайнеру больше денег и попросить меньше рисовать, то есть, как бы, чтобы было вот, не вот этот вот хаос, да, такой, а сделать просто. Это вот, как бы, в таком стиле обложки делает, ну, то есть, вообще, давайте так, по дизайну, заключительная история. По дизайну это, наверное, больше, я бы сказал, надо сделать другой концепт. Лучше дать немного денег и сделать фирменный стиль, чтобы были шрифты, чтобы были цвета, чтобы это все было, ну, как бы, чтобы уже дизайнер, который делает обложки, он понимал, как делать, что делать, как бы, зачем делать, да. Опять же, упаковку необходимо сделать, уже, когда у вас будет фирменный стиль. Что такое упаковка? Вот здесь у Ильяо, смотрите, я специально сделал скриншоты, вот они, да, смотрим, вот он выступает на передаче, да, и вот видите, здесь, вот здесь, да, прямо стоит написано, Ильяо Голанштейн равен общины Ядрама Иерусалим, окей, окей, вот написано, кто это, да, Ильяго, кто он, Равин, где он, Иерусалим, все, еще одна обложка, другого, не обложка, а скриншот, то же самое, да, вот у них здесь называется, Израиль за неделю, Равин общины Ядрама, Иерусалим Ильяго, то есть, то же самое. Почему вот сделать такую медиа упаковку сейчас стоит, там, не знаю, от 100 до 200 долларов? Вместе, если сделать это все запаковать, то есть, поймите, что вы делаете канал личного бренда, когда вы делаете канал личного бренда, у вас должно быть все прекрасно, то есть, как бы все в одном стиле, и это будет сначала денежно затратно, а потом вообще просто, потому что вы взяли любое видео, у вас запускается ваш видос, условно говоря, вот. Часто возникает акт. Внизу написано Илья Аугленштейн, видите, ну, как вот, условно говоря, это может быть написал, там, Zoom, или что-то еще там, но, опять же, лучше, когда будет вот, пам, у вас идет, и здесь всплывает, всплывашка, да, такая, пам, и написано, что Илья Аугленштейн, там, Равин, там, кто ты, что ты, потому что люди, когда смотрят, люди, когда всегда смотрят видео, особенно, которые они знают, они, у них вопрос, кто ты, что ты, и зачем ты здесь вещаешь, что ты здесь рассказываешь, почему я должен тебя слушать, и это важно, потому что это такая одна из самых важных штук, да, то есть, как бы, и там же мы можем поставить медиаполковкой призывы, там, да, подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, тын-тын-тын-тын-тын, и все это будет очень-очень грамотно, гармонично смотреться. Дальше поехали. По оформлению сказал, опять же, все, что я говорю, это мое личное мнение, я могу ошибаться, то есть, как бы, я не дизайнер, я смотрю с точки зрения всего маркетинга. Дальше юзабилити, удобство использования, то есть, смотрите, ну, по юзабилити все предельно понятно, как и с дизайном, не бывает так, что, ну, тем не менее, первое, смотрите, мы, когда говорим о торе, хотим донести мысль о торе, да, то, наверное, то есть, люди, у нас очень маленький трафик с поиска, там, более, меньше десяти процентов, да, а люди очень часто приходят в гугл, а гугл это ютуб, это знаете куда, они приходят за ответами на вопросы, и вот здесь необходимо, чтобы канал, а канал, название канала, это прямо ключевые слова, то есть, это аж один, это то, как это корневое слово, по которому ютуб и алгоритмы понимают, про что этот канал, и в данном случае мы говорим, говорим нашему любимому ютубу и его алгоритмам, говорим, чувак, я Ильяо Голандштейн, а если ты не понимаешь, то я Ильяо Голандштейн, а если ты еще не понимаешь, то я Ильяо Голандштейн, уже на иврите, а в описании канала мы три раза написали то же самое, три раза, а как-то на собрании экспертов гугл в две тысячи восемнадцатом году, один из наших участников спросил, стоит ли так делать, стоит ли так писать, он говорит, понимаете, когда это две тысячи восемнадцатый год, это было сколько, шесть лет назад, когда мы заливаем видео на платформу ютуб, то с первых секунд ютуб уже начинает переводить это видео на там сто с лишним языком, сейчас наверное уже больше, и понимаете, достаточно один раз написать Ильяо Голандштейн и все, и все будет окей, да, а дальше добавить, проработать, допустим, название, проработать описание всего там, да, то есть, проработать как бы, чтобы это было понятно, про что этот канал. Более того, я бы, может быть, канал назвал бы даже как-то так по-другому, да, ну допустим, там просто о Тори там, да, там как бы в таком, ну, в таком ключе там, да, а вот здесь уже на обложке поставил бы профиль либо анфас Ильяо и написал Ильяо Голандштейн там равен там такой-то там общину, для чего? Чтобы это было узнаваемо, то есть, знаете, многие делают канал личного бренда и при этом они начинают делать, чтобы угодить всем, вы не сможете всем угодить, вы не сможете всем понравиться от слова совсем, да, поэтому так. Дальше, главная страница, главная страница сделана очень плохо, очень плохо, очень-очень, потому что она не сделана совсем. Смотрите, давайте я вам покажу, давайте покажу, вот, тут есть видеоролик о том, как сделать, да, и смотрим. Вот у нас главная страница, видите, вот, и она, она сделана так же, как, то есть, она на том же, на той же платформе, что сделана и как бы и ваша, да. Но, смотрите, в чем здесь история? В том, что здесь у нас, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять плейлистов. То есть, и это поэтому так и называется, да, поэтому так и называется, что это девять плейлистов, условно говоря, девять плейлистов на главной странице. У вас просто плейлисты, но при этом плейлисты у вас есть, вот о них много, но при этом плейлисты, видите, здесь у нас получается есть, допустим, плейлист, который называется, где там у нас, а вот, недельная глава, сто тридцать девять видео, посмотреть плейлист, а вот здесь описание этого плейлиста какое? Написано, нет описания. То есть, мы добавили в плейлист сто тридцать девять видео, видео, да, даже обновили его там все. Ну, например, давайте, чтобы вам было просто. Вот мы смотрим плейлист, вот тоже большой плейлист, допустим, да, вот мы посмотрите весь плейлист и вот, смотрите, плейлист, видите, а здесь описание плейлиста, видите, как большое. Описание плейлиста, это такое, то есть, у нас плейлист это категории, то есть, это такая программа телепередач и здесь мы в этом плейлисте мы можем вполне себе спокойненько написать и зрителям, и ютубу, и алгоритмам, про что этот плейлист, что мы имели в виду, когда говорили недельная глава, что это, о чем здесь будут видео там, да, какие это видео, что они несут. Вот здесь, потому что это очень круто индексируется, а здесь этого нет. Дальше поехали. Что у нас еще? Что у нас еще? По… Как Атака Хамаса может быть корнем мотивации для того, чтобы… Ученые по поколению говорили, что он аферист и… Ну, я не беру уже такие тонкие нюансы, как видите, в одном видео у нас звук стоит выше, в другом ниже, ну, тоже неприятно. Когда люди слушают канал постоянно, особенно такие вот каналы, то, в принципе, я бы равнял звук по какой-то одной, но это уже больше к монтажерам. Следующий момент, это получается о канале. Вот здесь о канале, видите, здесь вот еще о канале, вот, надо написать текста. Вот здесь все надо работать, то есть, как бы, понимаете, то есть вы, если вы не показываете алгоритмом YouTube, про что ваш канал и зрителям, то он и не показывает другим, если у вас он пустой, да. То же самое сообщество. Сообщество – это тот же самый момент, да. Вы используете сообщество как афишу. Тут не написано там какая-то, не знаю, там, вот это, там, да. А здесь, там, ну, как всегда, там, Новый год, с Новым годом, с восьмым марта, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, да. Сообщество – это когда вы создаете какие-то опросы, создаете какие-то там, не знаю, интересные моменты для этого всего, там, да, то есть, как бы, какие-то новости, анонсы ваших видео, либо анонсы вебинаров, что тоже очень и очень классно. Что еще? Я здесь почему-то не вижу стримов, а стримы нужны, потому что, в принципе, вот Илья, он же говорит, вот вы говорите изначально на, вот просто выступаете в передачах. Наверное, там есть какой-то монтаж, но я думаю, что какой-то провести стрим на десять самых популярных вопросов о Торе, но вполне себе можно, и это было бы тоже классно. Дальше, ну, в сообществе я уже сказал, ну, дальше уже поехали про технический анализ, проведем, я дам советы по тому, как получать охваты. Что значит охваты? То есть, вы должны получить максимальное количество зрителей, или там, Ютуб должен максимальное количество показать, показать ваших видео потенциальным зрителям, и он понимает, зритель ваш или не зритель, да, соответственно, как бы, как это работает. Вот самый простой пример, чтобы на примере было. Вот у вас есть сайт, окей. На этом сайте у вас есть, так, 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 вот есть видео. Но для меня непонятно, совсем непонятно, может какой-то тайный смысл, либо тайный код. На этом сайте есть вимео, но если мы хотим продвигать и свой канал, то, наверное, правильно ставить сюда свои, там, допустим, там, да, там, об общине, а поставить сюда, там, об, не знаю, там, об равене. И тоже поставить, там, допустим, об равене и написать сюда, поставить свои, там, не знаю, видосы. Либо же, как вариант, да, то есть, смотрите, как это работает. Мы берем, размещаем статью на другом сайте, на это, в этой же статье размещаем видео и ссылаемся на свой канал и ссылаемся на свой сайт с этой статьи. То есть, например, вы пришли, к примеру, куда-нибудь, на какой-нибудь сайт, у вас московский трафик, его много, пришли на московский, там, не знаю, портал какой-нибудь, там, условно говоря, развлекательный или образовательный и рассказали об ядраме. Окей. Рассказали, что такое есть русскоязычное сообщество в Иерусалиме, что вот там рассказывают вот это, вот это, вот это. Статью написали, разместили, ссылку создали и уже показали, дали охват, то есть, как бы дали сигнал, звоночек гуглу, что на вас ссылаются. То есть, чем больше на вас ссылаются, тем лучше для вас. В данном случае, по этому же принципу работают все программы. То есть, они размещают, они свои, там, это, как его, вот на первом ставят, да, вот, как называется, вот это видео, моё, как бы, там, да, вот оно, рекламу, там, этого канала, там, или этого программы, там, этого чувака, там, делают, да, условно, там, вот, и вы собираете аудиторию, но при этом вы рекламируете эти гвозди. Хотите? Нет, я понимаю, что здесь вообще без какого-то, там, не знаю, мне не жалко, да? Да мне жалко. Мне, как, как, маркетологу жалко, что вот так, просто, такие подарки. Они же не могут нам, на самом деле, гвозди поставить Лиа Голштейн, там, типа, и про вас сказать. Нет, нет. А знаете почему? Потому что деньги. И всё, всё, всё очень просто. Поэтому. Следующий момент – это женщины. У вас очень много трафика, для женщин, но при этом, как бы, я бы, вы-то показывали своих тех, на кого равняться, там, прям, есть ролики про, то есть, надо выбрать ролики о том, скажем так, ну, наверное, не ролики, может быть, а такие вопросы, которые будут интересны женщинам, да, там, ну, пример, я просто пальцем не буду, там, что Тора говорит об измене мужа, ну, вот так, да, то есть, чтобы там в этом ворвать, вот. Но, опять же, у вас очень мало с поиска, ну, относительно, там, меньше десяти процентов. Я бы поставил планочку на двадцать и всё к этому вёл, да, потому что, как бы, если вас, поймите, что основа, люди сначала, они в воронке, они ищут по поиску, они приходят по поиску, потом, если находят ваше видео, смотрят, потом, ютуб начинает им рекомендовать. Примерно так это работает, вот, ну, естественно, описание видео, которое у вас должно быть, вот, описание у вас стоит тайм-коды, каббала, Тора, психология, окей, да, но, опять же, сейчас, секунду, пусть прокрутится. Я всё сделал и сам, главное, это, видите, всё больше и больше людей становится. Вот, этот вот формат черно-белый, мне кажется, вместо вот этой вот, как это камеры такой вот, да, наверное, лучше всего поставить медиаупаковку, ну, это уже, как это, ну, просто прошлый век такой, как бы, там, вот это вся, мне кажется, да, и здесь лучше написать описание, то есть, если вы на своём канале, где двести семьдесят пять видео, просто дадите денег людям, чтобы они написали описание для ваших видео, сделали субтитры для ваших видео, сделали описание, то это повысит ваши шансы в поиске, опять же, и по названию видео. К названию видео у меня тоже есть определённые вопросы, то есть, вы в названии канала три раза сказали, что вы Илья Алгонштейн, в описании канала сказали, что три раза, что вы Илья Алгонштейн и ещё в этом, как его, в названии ролика тоже это повторяете, так не работает. Ну, возможно, где-то, там, в каких-нибудь, там, мохнатых восемнадцатых или, там, пятнадцатых годах, если вы двадцать пять раз напишите в заголовке, там, слово «деньги», и в канале будут деньги, и в описании будут деньги, в комментариях будут деньги, и то вы пройдёте по слову «деньги», хотя спорно и сомнительно, но, но так это не работает. То есть, Ютуб уже понимает, что вы Илья Алгонштейн, он уже чётко понял, с первого раза, да, вот, поэтому так. Ну и по комментариям, последний хотел сказать, то есть, как бы, комментарии надо отвечать, причём отвечать, вот вы здесь отвечаете, это отлично, но надо отвечать желательно, да, открытым вопросом. Ответ должен быть открытым. Смотрите, спасибо большое за урок, спасибо за добрые слова, шаббат, шалом, амирлах. Окей. А что бы вы хотели ещё увидеть на нашем, то есть, вовлекайте, то, что вы пишете ответы, это прям отлично. Не отлично, что вы не пишете не везде. Надо писать везде ответы, независимо от того, ролик старый, ролик новый, особенно там он где, вот здесь, допустим, да. Проставили лайки, напишите ответ. Проставил лайк, напиши ответ. То есть, вот, этого просто не хватает. Понимаете? То есть, надо всегда писать ответы. Ну и бонусом, теперь уже таким бонусом, как бы, что бы я, наверное, делал, какие я бы здесь дал рекомендации, глядя на конкурентов, которые есть. Я бы начал, наверное, сделать такой простые, понимаете? То есть, я вам сейчас делаю аудит канала простым языком. Я показываю без терминов, да, там, без конверсии, без вот этого CTR, без всего-всего, без таких заумных фраз и объясняю, показываю, как это, что прям на скриншоте, да, показываю, что вот это вот было бы хорошо не поставить там медиаупаковку, а вот так, вот сделать, да, чтобы у вас было вот так вот, чтобы это, ну, и что там писать. Поэтому в данном случае я бы сделал бы такое, наверное, обзор основных учений, там, допустим, и назвал бы плейлист, допустим, там, Тора за 10 минут, 5, даже 5 минут, да, то есть и уже с объяснением ключевых идей, сюжетов, там, или, там, какие-нибудь такие примеры, там, исход из Египта просто, да, там, простыми словами, там, да, история создания мира, то есть то, что такое на масс-маркет. Второе, я бы сделал бы такую актуальность Торы современной жизни, да, или, там, про ту же самую, про Кабалу, потому что я как-то раз, у меня знакомые были, там, Кабала, и они мне сказали, вкратце, там, объяснили все классно, а потом я полез в интернет, начал читать, слушать, и, там, чтобы, там, такой был про Кабалу, что просто, как бы, ну, непонятно. А тут надо сделать такие маленькие серии, там, да, чтобы это было интересно. И сразу же третий плейлист я поставил бы «Задай Равину вопрос», то есть если вы Равин или Равин, я не знаю, как правильно, не буду, ну, если вы Равин, Равин, назовем это так, так уже правильно, если вы Равин, то, соответственно, получается, возможно, у вас есть вопросы и в вашем, там, окружении, и среди ваших, там, общины, соответственно, как бы, там, про общину вопросы, там, да, я бы еще сделал, допустим, там, такой вот плейлист, там, допустим, «Мифы и реальность», да, или, там, «Тора в повседневной жизни», и это все будет помогать людям смотреть, рассказывать, и вот, как бы, знакомиться с Торой, с Кабалой и с вами, как с Равином. Ну, и опять же, вот здесь момент такого плана, что выход публикации должен быть спланирован, то есть надо сделать контент-план этих публикаций, да, ну, например, там, да, «Понедельник», там, у нас, там, видео из серии, там, «Тора за десять минут», «Среда», видео из серии, там, «Тора и современность», «Пятница», там, видео из серии «Тора в повседневной жизни», тогда вы будете и Ютубу говорить о том, что у вас будет, он уже будет к этому привыкать, там, да, и зрителям, потому что они, вы будете предсказуемы, а восхитение, допустим, выходные, в субботу уже не работают, правильно, выходные, там, берем, типа, «Задай Равином вопрос», либо, там, «Мифы о Торе», ну, там, вот, да, и дальше уже, это уже отдельно, можно прийти на консультацию, это уже маркетинговые стратегии, это уже, соответственно, привлекать туда, сеять это в Телеграме, не в Вимео, а в Телеграме, в Фейсбуке, Вконтакте, потому что у вас очень много русскоязычной аудитории, канал русскоязычный, да, вот, совместно делать какие-нибудь коллаборации с другими Равинами, там, либо блогерами, да, вот, я бы делал прямые трансляции и, если захотите, научусь, как делать хорошие ролики и прямые, потому что Ютуб очень любит прямые трансляции, очень любит, да, потому что для него прямая трансляция, стрим, это отдельный файл СТР, это показание того, что автор действительно существует и не перезалив, это хорошо, ну, и опять же, я видел там у вас книги издали, да, но, опять же, можно предлагать книгу, там, допустим, там, «За лучший вопрос я подарю книгу», что это значит, там, это такая, я очень люблю такие истории, потому что это прямо убивает, ну, не убивает, а стреляет в два конца, ну, стреляет в хорошем смысле слова, да, в хорошем новости, то есть, вы говорите, что я провожу акцию, конкурс, да, и дарю книгу, а второе, что вы автор книг, как бы без пафоса, без ничего и это прям работает хорошо, вот, ну, и здесь уже я бы пробовал новые форматы, новые темы и даже те ролики, которые у вас есть, я бы нарезал, там очень много лишнего, там и там какая-то вот это, вот даже первый ролик, чтобы вы посмотрели, если вырезать семнадцать секунд и поставить вместо этих семнадцать секунд ваше выступление, где там, «Здравствуйте, я Ириану Голдштейн и в этом видео я даю интервью, там, тын-тын-тын-тын-тын», послушайте, поделитесь комментарием, скажите свое мнение об этом видео, и так поехали, потом перебивка и потом само, все, а видео здесь вот как бы первое должно встречать, допустим, к примеру, вот то, что у вас там на сайте, вот, вот это, я бы это зачитал и поставил бы туда, кто, потому что у людей сразу кто ты, все друзья мои, спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, спасибо за заказ, до свидания, приходите на консультацию, по промокоду 5 мая будет скидка 20 процентов, скидка действует в течение двух, пара-бара-бам.